Всевышний Аллах дозволил своему посланнику совершить переселение из Мекки в Медину. У пророка Али Саратул Салам были некоторые вещи, которые находились у него на хранении из вещей жителей Мекки. Несмотря на то, что они враждовались с пророком Али Саратул Салам, ругали, оскорбляли его, все равно они доверяли ему свое имущество. Пророк Али Саратул Салам положил Али на свою ложу, на свою постель. И приказал ему отдать имущество, которое было у него на хранении, его хозяева. Неверующие Мекки услышали обо всем этом. И они избрали из каждого племени одного юношу, крепкого, сильного, так, чтобы они все вместе убили пророка Али Саратул Салам, так, чтобы месть за его кровь, она уже пала, вина за это пала на многие племена сразу. Они все собрались вокруг дома пророка Али Саратул Салам. Пророк Али Саратул Салам вышел из дома, так произошло, что они не увидели его. Аллах сохранил его. Пророк Али Саратул Салам вместе с Абубакром, они какое-то время прятались в пещере. Курайшиты собрались и начали обсуждать стали обсуждать план и установили большую награду для того человека, который приведет к ним пророка Али Саратул Салам. Но Аллах сделал так, что они не смогли увидеть ни пророка Али Саратул Салам, ни Абу Бакра. Наср его Аллах. Аллах помог ему. Когда пророк Али Салатул Салам находился на пути пересекать Али Салим, он догнал человек, которого звали Сурак Абн Малик. Он узнал пророка Али Салатул Салам. Пророк Али Саратул Салатул Салам добрался до Медины. Да. Первое, что он сделал, прибыв в Медину. Он построил мечеть Куба. Это была первая мечеть, которая основана в Исламе, построена в Исламе. Поэтому эта мечеть, она имеет особое положение, в отличие от других мечетей. Отличие этой мечетью, особенность заключается в том, что если человек совершит омовение у себя дома, а потом придет в мечеть Куба, и совершит там два раката намазом, он получит награду за совершение умры. После этого пророк Али Салатул Салам переехал в то место, где сейчас находится его мечеть. И там была основана, построена мечеть, мечеть пророка Али Салатул Салам. Возле мечети он построил две комнаты. Одна из комнат, размеры ее не превышают два метра на два. Если пророк Али Салатул Салам хотел совершить молиться в комнате, например, если это был ночной намаз, он даже не мог совершить сучуд, если перед ним спала Айша. Потому что вот такой тесной была эта его комната, где он жил. Так приходилось Айше подгинать свои ноги, чтобы пророк Али Салатул Салам мог сделать сучуд, земной поклон. И эта комната, она не поменялась вот с тех пор, как построена была и до смерти пророка Али Салатул Салам. Пророк Али Салатул Салам не хотел этой земной, мирской жизни. Нет.